Более полусуток на шахте Кальинская под Северо-Уральском продолжалась подземная операция по спасению двух молодых горняков, попавших под обвал горной породы. К сожалению, когда отряд горноспасателей разобрал завалы, один из шахтеров был уже мертв, а его напарника, 31-летнего Алексея Амозова, нашли чуть раньше, около четырех пополудни, под завалами горной породы, без сознания, но живым. Сейчас выживший горняк в больнице под присмотром врачей, а тело погибшего шахтера подняли с горизонта минус 1130 метров и отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину гибели Кирилла Лоскутова. Парню было всего 26 лет. По словам коллег погибшего горняка, Кирилл проработал на шахте пять лет и лишь совсем недавно спустился в забой. Говорил, что на поверхности заработок не тот. Павел, приятель Кирилла в комментариях порталу Е1, сообщил, что его друг был парень работящий и жену сильно любил. На расспросы коллег горняков, когда в молодом семействе дети появятся, Кирилл отвечал в том духе, что когда он заработает побольше, а пока, дескать, рановато. По сообщению пресс-службы СУБРА, компании СЕП Уралбоксит Руды, владеющей шахтой Кальинская, семье погибшего горняка, окажут всю необходимую помощь. И от компании родственникам выплатят 3 миллиона рублей. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по этому факту Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье Уголовного кодекса нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ходе расследования принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и руководства предприятия и с требованием документации о проводившихся работах, о проведении структажа по технике безопасности при производстве горных работ. Уполняются и ныне необходимые процессуальные действия.